ребята всем привет у нас зимний холодный вечер и мы решили для вас приготовить самые вкусные в этот период коктейли самые популярные самые востребованные и кажется во всем мире кто путешествует кто знает или кто нет все могут прийти в любое заведение спросить если у вас глинтвейн и вам ответит конечно же да есть глинтвейн алкогольный безалкогольный какой вы пожелаете и мы будем сегодня естественно для вас готовить коктейль глинтвейн двух вариаций у нас сегодня будет белое вино и красное вино начнем приготовление для этого ну естественно понадобится наши вина также цитрусы апельсин лимон и яблоко куча специй тут корица гвоздика кардамон бадьян анис так называемый ну куча восточных специй из-за которых когда-то были организованы всеми известные мореходные пути открылись новые страны также понадобится нам мед мед не домашний мед с рязанской области очень вкусный человек сам делает организовывает продает везде если честно как я знаю до самого мурманска даже включаем в наши комфорочки на четверочку поливаем белое вино льем на глаз у нас тут 05 примерно было бутылку 07 не ставим леса травочки немножко на утро как говорится вот и красное вино тоже льем все сухое то и другое можно использовать сладкое полусладкое десертное любое все вина мы налили откладываем они нам не нужны апельсинчик нарежем апельсин добавим в оба наши напитка 1 4 часть красное вино и 1 4 белое вино ну нарезка здесь не принципиальная также нарезаем лимон наш великолепный хороший он профессиональный мне когда давным-давно его подарили мои знакомые это андрей и елена спасибо им огромное поздравляю с новым годом наступившим и также поздравляю с рождением ребенка дай бог здоровья ребята спасибо вам огромное и и так же по четвертинки добавляем наши вкусные коктейли и яблоко яблоко мы добавим только глинтвейн с белым вином сейчас буквально нагреется две-три минуты и мы добавим специи сразу добавлять не будем потому что это ни к чему и пока у нас подогревается наши напитки в наши бокалы аришмаки добавим оставшиеся цитрусы нарезка опять же произвольная кому как нравится можно мелко нарезать кубиком можно крупная это на ваше усмотрение никто тут вас винить не будет вот мы добавим нарежем довольно таки крупная яблочко опять же добавляем только белый линтвейн с белым вином точнее правильно если выразиться и у нас наши напитки начинает закипать мы и выключаем их и добавляем специи половина суда и половину наш белый коктейль и чуть-чуть помешаем тут много споров возникает стоит ли глинтвейн кипятить или не стоит ли глинтвейн кипятить вы знаете когда вы подогреваете это все на на пару в баре у вас какое-то кипячение все равно происходит но почти кипячение там 100 градусов если вы готовите все наши условия в домашних как мы это все все делаем мне кажется большой роли в этом не играют если вы хотите скипятить у вас буквально потеряется градус вина получается вы теряете градусов алкоголя он менее становится алкогольный вы теряете эфирные масла которые улетучиваются из-за цитрусов максимум чего теряете но при этом у вас глинтвейн заваривается получается что это все зависит от вас от вашего мастерства приготовления как вы успеете не успеете это все приготовить у нас коктейли заварились они закипели закипели заварились точнее даже это как получается глинтвейн это если можно сравнить с чайной церемонии любой чай там от его квалификации там зеленый какой-то еще там черный ферментации прошедшие еще какой-нибудь подобный он под сейчас вот изучает его подвержен разного градуса нагревания если так можно вырезать нельзя заваривать крутым кипятком говорят чай он теряет свои вот этот зеленый свои качества ну не знаю все бабушки дедушки и мамы папы всегда заварили крутым кипятком чай что теряли мы от этого ну и не знаю может быть какие-то вкусовые качества теряли если вы очень предвиде подвержены вот этим всем новым хайповым вещам которые вот эти все распределяют по градусам по количеству это пожалуйста делайте читайте инструкции там все идеально написано как что заваривать как варить и все мы в данной ситуации готовим глинтвейн домашних условиях у нас закипело я это не скрывая мы сразу выключили у нас он заваривается вы не представляете какой здесь аромат стоит оператор уже опьянил мне кажется это одно аромат а не только от пробование глинтвейны так что ребята все на ваше усмотрение все это на ваше усмотрение у нас осталось буквально добавить несколько ингредиентов нашим глинтвейны в красный мы добавляем мед у нас там было 350 миллилитров 10 выпарилась и мы добавляем сюда столовую вилку не ложку столовую вилку меда опускаем сейчас творится а белый глинтвейн мы добавляем ну где-то 30 50 миллилитров у нас темный ром спайсовый вот все мед сейчас творится у нас в красном глинтвейне а белым глинтвейне растворится наш ром заметьте все не кипит все заваривается чтобы не было потом спойлеров на кипятили там еще что-то подобное не хитерили нас мы все делаем домашних условиях все завариваем у нас прошло буквально там пару минуточек и мы готовы разлить наш глинтвейны по бокалам цитрус которые были которые варились и заваривались можно и не использовать дальнейшую наливаем только жидкость она нам нужна быть и также наливаем бокал красный глинтвейн конечно какие частицы из кастрюлики будут попадать но это не столь важно аромат вообще стоит тут обалденный ну смотрите вот у нас получилось два напитка глинтвейн белое вино с ромом и красное вино классические с цитрусами снимаем несколько фото наш инстаграм ссылочка в описании будем пробовать начнем с белого глинтвейна с менее классического попробуем что у нас получилось он подостыл как раз хорошо пробовать часто в глинтвейне вставляет трубочка но это такая вещь как бы опасная очень если не предупредить гости гости немножко странные как всегда в заведениях они могут сразу хлебануть и обжечь а потом предъявлять это все официанту баром там менеджер и тому подобное такая вещь не забывайте предупреждать если вы работаете где-то в заведении пробуем без трубочки что у нас получилось белый глинтвейн на белом вине мы добавляем сюда сахар запомните сахар отдельно если у хотите сладкое добавить мы естественно делали без сахара добавили только в красный получился кислый чувствуется цитрусы очень вкусный насыщенный вкус тепленький он подостыл куча специй чувствуется пробуем красное что у нас получилось красный глинтвейн сладкий мед из-за этого получается более вкусный более нам приемлемый красный великолепный вкус очень теплый душе согревающий друзья мои приготовили коктейльчик пальцы вверх понравилось не понравилось вам мы будем продолжать эту рублику по-любому коктейли море вкусных еще больше в нашем исполнении будет великолепный подписка с вас обязательная с вами была банда кукс бразер хукс всем добра мира увидимся и Продолжение следует...